40 тысяч жителей Заинска и Заинского района придут на голосование по одобрению изменений в главный документ страны и Конституции Российской Федерации. Избирательные участки начали работу с 25 июня. И уже в первый день голосования Заинцы активно шли на участки. Всего в городе и районе работают 64 избирательных участка. Все организовано со строгими мерами предосторожности. На избирательном участке номер 1451, что расположен в Заинске-2, работает 7 членов участковой избирательной комиссии. Уже в первый день голосования его посетили порядка 300 голосующих. Безопасность у нас все. Медицина сидит возле входа. Все стены, как видите, требования выполняются. Все по форме, обмунированы. Медицина работает. Также есть металл-искатели. Присутствует представитель МВД для поддержания порядка. Но думается, выборы пройдут на хорошем уровне, потому что в настоящее время каждый житель нашего города, нашей страны знает, за что он голосует, какие поправки будут. Каждый, кто приходит на избирательный участок, проходит медицинский контроль, измеряется температура, обязательно маска, перчатки, антисептик. Все получают индивидуальную ручку для заполнения бюллетеня. Одним из избирателей участка номер 1451 является глава района. Разив Каримов также отдал свой голос за одобрение изменений в Конституции. 2020 год очень богат политических мероприятий. В том числе, вот, мы буквально на этой неделе, 24-го, увидели парад победы в Москве и в 28 городах Российской Федерации. Также 25-го, значит, первый день голосования, и у нас совпало день столетия нашей республики, ТАССР, создание. И, конечно же, вот мы у себя, муниципалитет, вчерашний день очень много мероприятий провели, подвели итоги весеннеполевым работам, наградили всех передовиков. И вчера у нас все 64 избирательных участка открыли свои двери, и вчера процентов 15 человек уже избирателей пришли, проголосовали. Сегодня это голосование дает нам право, надежды на будущее. Если мы сейчас живем, это уже коснется и нас, значит, и последний месяц этих ограничений по вирусу показал о том, что есть слабые места, значит, и по части защиты населения. И эти, значит, поправки, они будут только способствовать нашей жизнедеятельности и в будущем, наверное, благоприятно окажется и в жизни наших детей. Избирательные участки будут работать все дни голосования с 8 утра до 8 вечера. Заключительным днем голосования станет 1 июля. Елена Маврина, Денис Ипатов. Новости Татарстана.